Здорово, YouTube! Сегодня я наконец-то добрался до гайда по оружиям в Геншине. Надеюсь, из этого гайда вы сможете узнать о том, какие оружия имеют какое предназначение в игре и сможете самостоятельно подбирать оружие для ваших персонажей. Постараюсь рассказать отдельно о каждом эпическом оружии, потому что эпические оружия — это самые важные оружия в игре, ведь они разных типов есть у всех игроков, так что в основном поговорим именно об этом. Также немного слов скажу о легендарном и синем оружии. Поехали! Итак, первое и самое важное, что я хочу, чтобы вы запомнили, это то, что любое легендарное оружие лучше любого эпического, за редкими исключениями. И если вам выпало легендарное оружие, на самом деле, для прохождения хай-энд контента в игре, а именно бездны, это будет гораздо лучше, чем выпадение любого другого пятизвездочного персонажа, потому что с легендарным оружием любой ваш персонаж может стать керри. Ну а если вы не паритесь на этот счет, тогда просто крутите молитву события персонажа и выбивайте своих любимых вайфу, потому что легендарные оружия там просто не падают. Так с чем же связано мое громкое заявление о том, что все легендарные пушки сильнее эпических? Это связано с более высокой базовой атакой на всех легендарных оружиях, точно так же, как у всех эпических оружий атака будет всегда больше, чем у синих. Сейчас на экране вы можете видеть сравнение одинаковых 47 уровней эпического ржавого и легендарного небесного лука. Разница налицо, а ведь это еще не максимальный уровень оружия, и с каждым уровнем разница будет становиться все больше и больше. Давайте также рассмотрим лук Амоса, который многие считают одним из самых слабых легендарных оружий в игре. Его базовая атака на 80 уровне будет почти на 100 больше, чем у ржавого, а также у него будет больше процентной атаки во вторичном стате. И не забывайте, что именно базовая атака перемножается с процентами силы атаки, которую вы можете найти на многих своих артефактах. На самом деле, брать в пример ржавый лук не совсем корректно, потому что это одно из тех исключений, о которых точно стоит поговорить, ведь его особая характеристика просто слишком сильна. И сила этого лука заключается в обычных атаках, особенно с большим количеством пробуждений. А вот хороший пример в разнице синего и фиолетового оружия. Филейный нож долгое время служил мне как хороший одноручный меч для моего хилера Ци Ци. У него хорошая база и высокая сила атаки. Но уже сейчас я заменяю его на меч флейту, потому что даже на 60 уровнях меч флейта сильнее. Продолжим об исключениях и перейдем к эпосу о драконоборцах. Это единственный и самый хороший катализатор для Барбары. Его особая характеристика на пробуждениях просто слишком сильна. Ведь в основном это игра про нанесение большого урона и спидраны в бездне, поэтому плюс 48% силы атаки для вашего основного ДПСера. Это очень круто. Давайте теперь быстренько пробежимся по неплохим синим оружиям. Но скорее всего, как вы уже поняли, качать синее оружие практически бессмысленно по сравнению с эпиками. Так вот, рогатка это неплохой лук для мейн ДД лучника на ранних этапах, пока вы не сделаете себе составной или серп, если будете правильно им пользоваться. Филейный нож это очень приятный однорук с очень классной особенностью пробуждения, которые позволяют переключиться на персонажа, сделать несколько ударов, нанести мощный урон и переключаться обратно. Парный нефрит это временный катализатор для мейн ДД мага, хотя я бы лучше использовал драконоборцев и мейн ДД шером брал другого персонажа. В копиях неплохими оружиями являются алибарда милилита и белая кисть. Однако, поскольку копейщик в игре пока что один, проще скрафтить типическое оружие и прокачивать его. Из двуручных оружия люди очень нахваливают меч небесного всадника, особенно те кто играют на рейзерах, а также очень неплохо работают дубины переговоров. Также из одноруков слышал неплохие вещи про предвестник зари, но сам не пробовал и, как я уже говорил, к 80 уровням все эпические оружия становятся гораздо сильнее, чем синьки. Так что теперь перейдем к основной части нашего видео, разбор эпического оружия. И начнем мы, конечно же, с крафтового оружия и в первую очередь с камнитиоса, который есть у всех путешественников. И камнитиос не зря выдают всем игрокам, потому что это меч с самой высокой базовой атакой. Многие недолюбливают его за счет бонуса физического урона, но это его вторичная характеристика и прокачивается она не так сильно, как базовая атака. Интересный факт. Чем больше базовая атака у оружия, тем слабее его вторичная характеристика. Соответственно, если бы у камнитиоса была базовая атака 41, его бонус физ урона равнялся бы примерно 15%. Таким образом, за счет высокой базы, хорошей особенности, которая дает процентную силу атаки, а также легкой возможности пробуждения этого оружия, потому что оно крафтовое, камнитиос является одним из самых хороших одноручных мечей. Он подойдет абсолютно любому вашему персонажу с одноручным оружием, особенно вашему мейн-дэшеру, если тот дамажит физическим уроном. А также он отлично заходит на Беннета для того, чтобы передавать как можно больше силы атаки другим членам отряда. Альтернатива крафту камнитиоса — это стальное жало. Уверен, что это оружие пока что на данный момент очень сильно недооценено, но и персонажей под него подобрать очень сложно. Мне кажется, что стальное жало — это хорошая пушка для анима главного героя, потому что использовать мастерство стихий проще всего именно на воздушных персонажах. На всякий случай скажу, что если вы не очень хорошо разбираетесь в элементальных реакциях и мастерстве стихий, даже после просмотра моего прошлого гайда, лучше не вкладываться в эту характеристику и использовать ее только как побочную на всех своих персонажах, кроме сахарозы. Скажу честно, даже мне пока тяжело собрать хорошую пачку на прокачанном мастерстве стихий. Следующее крафтовое оружие — это составной лук. Вы можете заметить, что составной лук — это практически тот же самый камнитиос, но со слабой базой и большим бонусом к физическому урону. Это означает лишь то, что составной лук хорошо использовать на мейн-дд-лучнике. Такой лук хорошо сидит на фишле или на эмбер, но не забывайте сделать по 4 атаки и набрать максимальный бонус перед тем, как использовать способности. Единственное, на ком этот лук плохо работает за счет бонуса к физическому урону — это тарталья, потому что его атаки в водной стойке наносят водный урон. Альтернативное крафтовое оружие составному — это прототип полумесяц. У него средняя база и неплохой бонус в процент силы атаки. А также очень интересная особенность, при которой после выстрела по слабым местам противника вы получаете еще дополнительный 36% силы атаки. Конкретно я выбрал именно этот крафтовый лук для своей саппорт-фишле, а также он может неплохо подойти тарталье, если переключаться на него только на 10 секунд бонусного урона после выстрела в голову. Но не всем подойдет такой стиль игры на 10 секунд, тем более мобильным игрокам, которым выцеливать в голову гораздо сложнее. Так что я советую все же составной. Переходим к двурукам. Начнем с белой тени, про нее долго говорить не буду. Это лучшее оружие для Анаэль, потому что ей нужна защита, чтобы не только больше лечить, но и наносить больше урона. И особенность на пробуждениях такая же неплохая, как у камнетеса. Следующее крафтовое оружие — это Гухуа. Это очень хорошее двуручное оружие за счет высокой базовой атаки, а также приятного бонуса в виде процентной силы атаки и дополнительного взрыва раз в 15 секунд. Это оружие работает абсолютно на любом персонаже. У меня даже сейчас с ним ходит Наэль, просто потому что у меня нет форм, чтобы скрафтить белую тень. Теперь перейдем к копиям для нашего пока что единственного копеющика Сянлин. Пика полумесяца — это очень крутое оружие, которое позволяет сделать из Сянлин мейн-дэшера за счет высокой базовой атаки, бонусного физического урона, а также классной особенности, которая наносит дополнительный урон от вашей силы атаки. Уверен, что это копье также хорошо зайдет и на Джунли. Второе копье — обида больше саппортная, потому что дает восстановление энергии, которая позволяет чаще ультить, но ее особенность с пробуждением не очень сильная, поэтому мне кажется, что обида — это слабый вариант копья Фавония. Но все может измениться с добавлением новых копейщиков в игру. Ну и, наконец, крафтовые катализаторы. Прототип «Злоба» — это неплохой катализатор только в том случае, если вам хочется почаще ультить на персонажа. Но его базовая атака слабая, и бонус хп нужен только для Барбары. А вот морская карта уже поинтереснее за счет высокой базовой атаки, бонусов в мастерство стихий, а также очень сильного бонуса от пробуждения, который увеличивает ваш элементальный урон. Так что эта книжка хорошо зайдет на реакторах. Лично я очень пытаюсь использовать ее на своем бесплатном аккаунте на Лизе. Далее перейдем в магазин «Паймон» и посмотрим на оружие за «Звездный блеск». На данный момент продается черногорское оружие с довольно интересным бонусом на критический урон и высокими базовыми статами, особенно на одноруке. Это оружие в основном подходит вашим основным дамагерам за счет особенности пробуждения, которые увеличивают силу атаки с каждым побежденным противником. А также, используя это оружие, не забывайте надевать шапку на шанс критического урона. В целом, черногорское оружие в нынешнем магазине «Паймон» выглядит очень интересно и сильно. Вот только весь наш «Звездный блеск» сейчас обязательно надо потратить в лучшего мальчика Беннета. Также в прошлом магазине «Паймон» продавалось королевское оружие и, скорее всего, оно скоро вернется. Но мне оно понравилось не очень сильно, так как его особенность на крит-шанс раскрывается только при быстрых атаках. По оружию из Батл Пасса я долго говорить не буду, о нем у меня есть отдельное небольшое видео со стрима. Все оружие из Батл Пасса очень хорошее и каждая пушка подойдет любому из ваших персонажей. Ну а дальше самое интересное, перейдем к пушкам, которые выпадают в молитвах. А начнем мы с вами с самого недооцененного оружия «Фавония». Все пушки «Фавония» дают довольно высокий стат восстановления энергии, а по моему опыту в «Бездне» ульты очень и очень помогают проходить комнаты все быстрее и быстрее. Единственный минус «Фавония» — это его особенность на пробуждениях, потому что персонажу, который обычно является саппортом и призван в команде только прожимать кнопочки ультимейта, не очень хочется давать много крит-шанса. Но эта проблема снимается при высоких уровнях пробуждения любого оружия «Фавония». Таким образом, «Фавонии» лучше всего зайдет вашим персонажам, которые только нажимают взрыв стихий, но вы ими практически не деретесь. Лучшие примеры — это лук для Дионы или двуручный меч для Байдо. Своеобразным аналогом оружия «Фавония» является церемониальное оружие, которое точно так же дает восстановление энергии, а также позволяет генерировать дополнительные элементальные частицы для восстановления энергии за счет дополнительных прожатий элементального навыка. Об этом я уже говорил и показывал в своем гайде по элементальным частицам. Как видите, у Сахароза стоят ритуальные мемуары на мастерство стихий, и это самая лучшая пушка для нее. Вывод можно сделать такой. Церемониальное оружие подойдут практически любому персонажу, если вы хотите чаще нажимать элементальный навык. Дальше рассмотрим оружие, которое никак нельзя сгруппировать в один архетип. Вот, например, одноручный драконий рык, имеет неплохую базовую атаку и процентный бонус силы атаки, что всегда классно, а также увеличивает урон по врагам, которые находятся под действием пира или электроэлементов. У меня этот меч очень классно сел на Синцу. Он позволяет мне наносить большой урон по врагам при помощи испарения. Следующий меч — меч флейта. Точно так же имеет силу атаки и процентную силу атаки. Этот меч зайдет практически любому персонажу, но вот его особенность выглядит так, как будто он сделан исключительно для мейнда Дэшера. Хотя я вот наделал его на Ци Ци, и считаю, что она будет вносить небольшой дополнительный урон нотами раз в пять атак. Дальше — Око Сознания. Это катализатор, который по своим характеристикам зайдет практически любому магу, а также у него неплохая особенность пробуждения, которая позволит вносить дополнительный урон. Дождерез — это двуручное оружие, которое пока что сложновато реализовать за счет вторичной характеристики мастерства стихий. Лучше всего на данный момент заходит на бейдо. Про ржавый лук мы уже немного поговорили. Это один из самых сильных луков для мейн Дэшера лучника за счет своей особенности при пробуждении. Чем выше его пробуждение, тем сильнее он становится. Песнь странника — это очень неоднозначное оружие, которое создано для внесения гигантского критического урона всего лишь в течение 10 секунд. Самый большой его минус — это то, что тяжело следить за тем, какой баф вы получите на персонажа. Но моя Кли довольна взрывным уроном. Дальше остались оружки, которых у меня нет. В частности, бесструнный лук. Меня часто о нем спрашивают. Это неплохой лук для использования на саппорт фишля, чтобы она чаще закрывала элементальные реакции электрические и наносила больше урона. А также этот лук усиляет взрыв стихий, что позволяет использовать его на тарталии для того, чтобы вписывать гигантский урон водой по огню. Либо для того, чтобы закрывать водой электрические реакции. Из двуручных оружий есть также меч колокол, который дает дополнительное процентное хп и хорошо сидит на бейдо. Наверное, как и все двуручные оружия в этой игре. А также чуть не забыл про грозу драконов. Это хорошее копье для саппорт Сян Лин, но, как и все другие оружия с мастерством стихий, его бывает не так просто реализовать. Хотя за Сян Лин все гораздо проще. Поставил гобу, включил ульту и пошел дамажить любым другим персонажем. Вот такой вот гайд по оружиям у нас получился. Надеюсь, что он поможет вам понять и разобраться в том, какое оружие подходит тому или иному вашему персонажу. Не забывайте ставить ваши лайки и спрашивать в комментариях ваши вопросы. Если что-то еще осталось непонятным, также заходите на мой твич-канал. Стримы по игре проходят ежедневно. И там я также всегда отвечаю на разные вопросы. Счастливо!